11.06 в Кирове 12.06 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 в Кирове 12.07 в Кирове То есть это идет речь о первой карте, которая на самом деле вторая, то есть о том, который работает сейчас и принимает отходы уже, да, полигон? Да, все правильно. То есть его эксплуатировать нельзя, все. Что сейчас там происходит? То есть туда привозят еще все отходы или нет? Ну, вчера на данном полигоне были с представителями общественности, да, с представителями СМИ. Машины регионального оператора туда не едут, то есть твердые коммунальные отходы, которые образуются жителями, либо юридическими лицами туда не поступают. В нашем присутствии приехали две машины с песком, ну и один самосвал, который вез то ли строительные отходы, то ли отходы от разборки зданий, сооружений. То есть такая ситуация. Значит, министерство, проанализировав всю судебную практику, которая имеется на территории Российской Федерации на той неделе, направило телеграмму собственнику полигона о том, чтобы он в добровольном порядке приостановил деятельность по приему отходов и параллельно направило уведомление региональному оператору о том, что необходимо перенаправить потоки на резервные объекты, которые у нас предусмотрены территориальной схемой. Это три полигона в Зуевском районе, в Оречевском районе и в Слободском районе около деревни Скоковы. Так, мы сейчас к этим полигонам попозже немножечко обратимся. Можно я уточню? То есть судебные разбирательства достаточно долго шли. Вот все это время рассчитывали все же выиграть процесс или где-то вот соломку уже подстилали, что называется? За это время рассматривались земельные участки для создания все-таки объекта областной собственности, так называемого объекта, связанного не только с размещением отходов, но и все-таки сделали уже упор на переработку, на сортировку, на переработку отходов. За это время было рассмотрено 26 участков, ну и, соответственно, на ряде из них изначально остановились, стали более детально прорабатывать. Один из них был в районе Лубягино. По Лубягино тоже чуть позже мы поподробнее проясним вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что направлено собственнику полигона уведомление о том, что надо закрывать лавочку на клешку. А кто сейчас является собственником? То есть появлялась информация изначально о том, что центральный полигон собственника менял это предприятие, это организация, которая является создателем фактически этого объекта в Осенцах, владельцем его. Да, на самом деле министерством была запрошена выписка из Единого государственного реестра велических лиц. И, значит, мы увидели, что 27 марта произошла смена юридического адреса, то есть предприятие вот центральный полигон из Кировской области ушло в Ярославскую область и произошла смена учредителя. Теперь единственным учредителем данного общества является физическое лицо Гришкин Сергей Сергеевич, он же является директором данного общества. И когда в первоначальной телеграмму мы направляли собственнику по юридическому адресу, нам пришел ответ о том, что мы с уведомлением о вручении направляли данный документ о том, что данное юридическое лицо по данному адресу не существует. Так, и как же будут искать Сергея Сергеевича? Ну, его нужно найти, я так понимаю, или нет? Или вот, ну, как бы, по закону... Сколько в этой ситуации от него зависит? По закону вы там сделали то, что от вас зависит, направили уведомление, и все, то есть вы дальше уже не несете за это ответственности. Там дальше уже сфера ответственности Сергея Сергеевича Гришкина, который не получил вовремя вот это уведомление. Наверное. Мы постарались еще по другим все-таки каналам связи, у нас официальным каналом связи также является и электронная почта, да, электронное взаимодействие, поэтому посредством электронной почты было собственником получено данное уведомление. А с предыдущим владельцем организации вы пытались как-то контактировать? Может быть, он знает, где искать Сергея Сергеевича, нет? Нет. Естественно, связь с ним держим. Я так понимаю, что через него и передаются документы собственнику. А какова сейчас будет судьба полигона вообще самого? То есть насколько навсегда его закрыли? Ну, то есть что это все равно же большая территория, и она, получается, уже и использоваться никак не может, и мусор мы туда возить не можем. Вот оно вот просто посреди там Слободского района так и будет теперь годами стоять или что? Давайте на две части, наверное, разделим, да. В конце той недели Министерство охраны окружающей среды все-таки у нас есть решение, было, да, в конце той недели было решение суда об отмене акта ввода в эксплуатацию. Для того, чтобы понимать все-таки, можно продолжать деятельность на данном объекте или нельзя, действительно, объект должен быть остановлен для приемки отходов. Министерство обратилось в суд с исковым заявлением. 4 августа были получены центральным полигоном новые разрешения на строительство и навод в эксплуатацию на эту же карту. В связи с чем от Министерства обратилось в суд, чтобы, скажем так, уточнить позицию, да, и понимать, вновь выданные документы, они точно так же недействительны, с учетом того, что уже есть ранее вступившие в силу решения суда. Ну, естественно, если они недействительны, то наложить обеспечительные меры, то есть фактически запретить эксплуатацию данного полигона. Насколько мне известно, сегодня, вот, идя в эту студию, коллеги мне сказали, что судом принято такое решение, наше исковое заявление удовлетворено, и к концу дня появится уже официальный, как бы, судебный акт на их сайте, портале, где размещаются эти акты. То есть все, как бы, точка на сегодняшний день поставлена. Что будет дальше с полигоном? Давайте не будем забывать, что объект это все-таки частная собственность, да, и здесь уже, наверное, понуждение к рекультивации, скорее всего, если добровольного не будет, то однозначно пойдем через, ну, какая-то из органов власти пойдет через суд, и, ну, варианты рекультивации, либо что дальше сделать с этим объектом, они уже в ходе дальнейшего рассмотрения будут вырабатываться. А полигоны все в частной собственности или только этот? Нет, полигоны не все в частной собственности. Всего в территориальной схеме 23 объекта размещения отходов. Из них три частная собственность. Это полигон Осинцы и полигон в Кирово-Чапецком районе Новый Экогород. Еще один полигон принадлежит Куприту, региональному оператору. А не опасно ли вот отдавать такие объекты в частные руки? Ну, то есть вот эта вот ситуация, да, которая сейчас, когда собственник меняется, его элементарно не могут найти? Ну, здесь есть определенные риски. Создание таких объектов, оно все равно, конечно, достаточно затратное мероприятие, да, возврат денег в основном идет через тарифное регулирование, и не всегда у региона есть возможность либо из бюджета предоставить, либо быстро найти инвестора на создание объектов размещения. То есть достаточно такая тяжелая тема, да, мы увидим по последним обсуждениям. В различной ситуации. Поэтому, в принципе, если объекты создаются частными инвесторами данной отрасли, да, они создаются в соответствии с требованиями законодательства не только природоохранного, но и учитываются градостроительные нормы и так далее, соответственно, как бы ничего страшного здесь нет. Так, я все-таки вот хотела бы прояснить по двум полигонам, опять же, в Осенцах. Все время я там путаюсь немножечко. Тот полигон, который был построен первым, у него же уже срок действия заканчивается. То есть фактически его и так бы закрывали или нет? Он, по-моему, создавался там то ли на полтора, то ли на два года. Да, по проектной документации данная карта должна была эксплуатироваться до 1 июня 2020 года. И в адрес центрального полигона Роспироднадзором в июле месяце направлено предостережение о том, что по проектной документации срок действия данной карты закончился, срок эксплуатации. Но получилась такая аналогичная ситуация со всеми полигонами, которые строились по проекту в расчет вместимости. Всегда вкладывался объем и переводился на массу с коэффициентом плотности 0,2. Соответственно, когда мы сейчас проводили замеры для установления новых нормативов накопления, мы понимаем, что у нас плотность не 200 килограмм в кубе, а гораздо меньше. То есть порядка 110 по отдельным категориям даже 60 килограмм в кубе. И в связи с этим тот объем, та масса твердых коммунальных отходов, которая поступает на полигоны, она, конечно, гораздо меньше. И получается, что по проектной документации полигон должен был принять в течение года определенное количество отходов. В килограммах, условно говоря. В килограммах, да. То есть они по объему, может быть, и приняли, и вышли на проектные отметки. Но по массе, к сожалению, не дополучали твердые коммунальные отходы. А весовые у нас появились только фактически на всех объектах к концу 2019 года. И мы стали более-менее реально оценивать вот эту ситуацию. То есть, по идее, его еще можно было эксплуатировать? Мы про это сейчас говорим, да? По сути, здесь много факторов. Надо сравнивать объемные показатели. То есть объем они могли точно так же выбрать по проекту. Эти цифры известны только Росбироднадзору и тот орган, который контролирует деятельность данных полигонов с точки зрения размещения отходов. Ну и, соответственно, есть проектные отметки, которые должны были выйти при заполнении карты, на которые должно было выйти общество при заполнении карты. И, соответственно, было бы уже тогда понимание, по объему они достигли, по массе они достигли, по отметкам они достигли. Но, тем не менее, совокупность этих факторов оценивается с точки зрения дальнейшей эксплуатации. А почему так на мало карты рассчитана? Она небольшая или с чем это связано? Ну, нет, понятно. Ну, то есть вторая-то на больший срок, получается? Да, она на 7 или на 8 лет, насколько я помню. Почему такая разница в сроках? То есть одна, получается, на полтора года, а зачем создавать вообще что-то, что может полтора года? Ну, мне кажется, это изначально было сделано для того, чтобы быстрее построить какую-то очередь, наверное, начать принимать отходы или нет. Ну, здесь не могу прокомментировать. Все-таки у нас технические решения принимаются проектом. Они определяются проектной организацией, согласовываются с тем, кто заказывает проект. Вот по поводу того, что вы до этого говорили, про выдачу новых документов. Есть ли есть уже готовые судебные решения и судебные решения нескольких инстанций? Почему продолжают выдавать разрешительные документы? Ну, то есть никак между собой не контактируют, там, ведомства, суды, они не смотрят на принятые судами решения? Вообще, интересно просто, что изменилась прямо резко так ситуация. То есть, с одной стороны, вроде бы было сообщение о том, что да-да-да, вроде бы получено разрешение будет все вводиться, а потом раз и все, и нельзя. Ну, еще раз повторюсь, министерством все-таки изучена общероссийская судебная практика, в том числе практика Верховного суда по аналогичным решениям, когда именно объект размещения отходов размещается в преродромной территории, и речь ведется в судебных тяжбах именно с точки зрения отмены разрешения строительства и акта ввода в эксплуатацию. И, да, вопрос выдачи новых документов не совсем в компетенции, новых разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию не совсем в компетенции министерства. Но, как любой орган, я понимаю, что, наверное, администрация, выдавая разрешения, была зажата тоже некоторыми процедурными моментами. То есть, если был представлен полный комплект документов, они его рассмотрели и просто обязаны были выдать, да, с одной стороны. С другой стороны, министерство понимает, что нельзя вводить в эксплуатацию объект, который уже, разрешение на ввод в эксплуатацию, которое уже было отменено по суду, на той неделе и обратилась в суд специально за тем, чтобы все-таки понимать ситуацию, можно или нельзя еще раз получить разрешительные документы. Ну, то есть, получается, все заложники некой непонятной ситуации оказались, говорите, изучали, да, опыт. У нас не единственных, так, полигон расположен в зоне аэродрома. При аэродроме. Это не уникальный какой-то случай? Нет, наш случай не уникален. Точно аналогичная ситуация, как вот я знаю, в Вологодской области, ну, или в ряде других регионах, то есть, достаточно часто тоже встречается в федеральных СМИ сообщение о том, что разбирательства очередные происходят по поводу размещения объекта, тоже действующего, причем точно так же, да, в природромной территории. А что за история вот с этими 100, по-моему, да, миллионами? Это инвестиционная составляющая. Мы сейчас, да, вот обратимся, я только хотела все-таки уточнить по поводу первого объекта, который на самом деле второй и еще не построен. Там ведь работы уже какие-то велись по нему или нет? Или там ничего не было сделано? Вот по второй как бы очереди, которая должна была запускаться на смену той, чья там, чей срок действия подходит к концу? Значит, ситуация какая? Министерством в рамках полномочий мы имеем право запрашивать с той организацией, которая реализует инвестиционную программу отчетность два раза в год. И в соответствии с отчетностью, вот за 2020 год, когда действительно должно было происходить строительство следующей карты, министерством показан расход на 10 миллионов, но при этом никаких обосновывающих документов в адрес не представлено. А вы ездили туда, вот я так понимаю, что ездили, да, накануне в Осенце, по-моему. Вы там, ну, видели, есть какие-то работы-то рядом, она же рядом должна быть, это вторая очередь или нет? Мы вчера были, да, действительно были, я так, наверное, громко сказала, на полигоне. Мы были у шлагбаума, естественно, на территорию мы не проходили. А почему, у вас не пустили туда? У вас выезд был не согласован, все-таки это частная территория. А, понятно, то есть надо было согласовать с собственником, а Сергея Сергеевича Гришкина найти невозможно. Так. Вот, и действующая карта, она просматривалась со стороны забора, с одной стороны просматривалась, вот, а строительство следующей карты, оно не просматривалось. Не видно было. Есть там какие-то, что-то уже ведется или нет? Понятно, ну, вот это, собственно, тот вопрос, который там, ну, перед тем, как мы про инвестиционную составляющую начнем говорить, важно было понимать, все-таки ведутся там какие-то работы или не ведутся. Есть затраты какие-то собственника объекта или нет? Не важно, что мы это не поняли, да? Вот, ну, нет, ну, просто этого было не видно, но подтверждающих документов того, что какие-то работы ведутся, их нет тоже, вы говорите, да? Так, хорошо, вот инвестиционная составляющая. Значит, то есть об этом тоже много у нас говорилось. Говорилось о том, что в тариф заложена инвестиционная составляющая, и эти средства как раз должны быть направлены там на сооружение и на строительство объекта и на какие-то работы по нему, вот. Вот, и было заявлено о том, что там, по-моему, порядка трехсот, да? Сколько не подтверждено? Не подтверждено сто. Ну, вот, да. Ну, чуть больше ста миллионов. Давайте я по цифрам поясню. Значит, если говорим о том, сколько общество получило за счет тарифа инвестиционных денег за девятнадцатые семь месяцев 2020 года, это получается около двухсот двенадцати миллионов. За девятнадцатый год общество подтвердило, в том числе документами представил акты выполненных работ договора, освоение девяносто восьми миллионов рублей, фактически это подъезд к полигону. И в этом году, еще раз повторюсь, десять миллионов заявлено, счет фактура представлен, но больше никаких подтверждающих документов, ни договоров, ни актов выполненных работ обществу не представлено. То есть, вот, фактически мы считаем, из двухсот двенадцати подтверждены только девяносто восемь миллионов. Так, и что будет теперь? То есть, вот эти сто с небольшим миллионов, которые не подтверждены, их собственник объекта должен будет вернуть или как? Ну, то есть, если он не представит подтверждающих документов на эти средства? Ну, тут с точки зрения тарифного регулирования, видите, деньги все-таки включены в тариф инвестиционной отбавкой, она включена в тариф инвестиционной составляющей. Поэтому здесь дальнейшее будет в плоскости, наверное, и тарифного регулирования рассматриваться вопрос, если это будет возможно. Если нет, то получается, что, ну, не подтвердивши, вынужденно будем, конечно. Ну, вот с учетом того, что это не просто там деньги, да, а конкретно инвестиционная составляющая этого тарифа, хорошо, девяносто восемь миллионов на подъезд потрачено. Ну, то есть, на дорогу потрачено, да, девяносто восемь миллионов, но ее видно, она есть, да, а что дальше? Ну, опять, это тоже вот как-то кажется не совсем та инвестиционная составляющая, которую ожидали люди, потому что, когда разговор велся об этом, то есть, речь шла непосредственно об объекте и о том, что там что-то появится, что-то вроде мусоросортировки, мусорозжигания. Нет? Ну, мусоропереработки, я не знаю, что-то будет такое или нет? Это закладывалось или нет? Что составляющая, что она вообще с собой подразумевает? Чего нужно было ждать? Значит, инвестиционная программа центрального полигона утверждалась в 2018 году. В то время Министерство охраны окружающей среды еще не исполняло данные полномочия, поэтому рассматривались документы другим органам исполнительной власти. Это, по-моему, было в подведомственности другого какого-то министерства. Не помню какого сейчас уже. Да. И, соответственно, мы приняли то, что уже было утверждено и то, что имелось по факту. В составе инвестиционной программы было строительство подъезда к полигону и строительство последующей очереди. То есть строительство вот этой второй карты, которая первая, которая не открылась. Да. Все-таки возврата к ней. Ну вот, я так понимаю, что по ней-то еще нет окончательного решения, что точно нельзя. Насколько реальный, например, возврат к этой карте? Ну, просто мы вот сейчас видим, например, генплан, да, и вот у нас во втором часе будут активисты, которые обсуждали его в очередной раз. И в генплане, если я правильно понимаю, там один из таких моментов, который привлек внимание, это вынос аэродрома как раз из Порошина, по-моему, куда-то в сторону Исуповской. Может быть, я ошибаюсь. То есть вот в ситуации, если, например, аэродром оттуда убирают, возможно возврат к полигону в Осенцах или нет? Ну, в перспективе нескольких лет. Понятно, что это там, если случится, то не завтра. Ну, то есть с какой-то консервацией или его с чем-то, да? То есть, возможно, его там временно приостановить сейчас, а потом инвестору, собственнику этого объекта, когда вот этот вот фактор, мешающий, исчезнет, вернутся. Мешающий фактор. Ну, мешающий фактор. Ну, хорошо, ладно, да. Исторический, конечно, аэродром первым появился. Сложно судить. Тут, наверное, все-таки вопрос такой более широкий, и не только в компетенции Министерства охраны окружающей среды. Наверное, не смогу пока на него ответить. То есть пока этот вопрос даже не рассматривался, да? Да. Давайте прервемся тогда на полторы минутки, а после продолжим. Продолжаем разбираться в ситуации вокруг осенцев с Ириной Петуховой, начальником управления по обращению с отходами Министерства охраны окружающей среды Кировской области. Все-таки вот сейчас было озвучено, что на замену осенцам, которые закрылись, мы пока не знаем все-таки окончательно или нет, потому что вот по той очереди большой, длинный, на 7-8 лет рассчитанный, пока, как я понимаю, все-таки окончательной ясности нет, предлагалось три полигона. Можно я еще один по осенцам уточню? Правильно ли я понимаю, что туда возит не только рекоператор? Вы говорите, что там еще были какие-то машины со стройматериалом или еще с чем-то? Как много нужно участников проконтролировать, чтобы туда перестали возить? Конечно, на любой из полигонов твердых бытовых отходов до 30% возможно принимать промышленные отходы, поэтому помимо твердых коммунальных отходов, за перевозку которых отвечает региональный оператор, собственники таких объектов, они вправе заключать прямые договоры с юридическими лицами на прием любых отходов, которые не отнесены к ТКО, но являются и включены у них в перечень лицензий. То есть, скажем так, в тот разрешительный документ, который разрешает им право размещать такие отходы на полигоне. Этот круг, получается, известен только собственнику, потому что тут накануне или сегодня, я не помню, появлялось сообщение о том, что если вы заметили, что на полигон вывозят по-прежнему мусор, нужно обратиться, не помню, в какой из надзоров, в Министерство, в Росприродный надзор. То есть, получается, такая ситуация вполне реальна, что кто-то может быть не в курсе о том, что полигон приостановил работу и продолжит туда возить, а собственника мы найти пока не можем. Но полигоны есть предписание не принимать. То есть, по идее, полигон должен разворачивать эти автомобили, а еще-то лучше предупредить всех партнеров, всех пользователей о том, что нельзя привозить. Добросовестное юридическое лицо так бы, наверное, и поступило в условиях того, что все-таки есть решение суда, и что уже органы власти предупреждают о том, что необходимо приостановить деятельность до понимания, до ясности. Ну, вот, к сожалению. Так, ну ладно, время бежит, перейдем. Да, три полигона предлагаются на замену. Это полигон в Зоевском районе, полигон в Слободском районе и полигон в Оречевском районе. Что это за полигоны, там, форма собственности они в областной собственности, региональной, или там частные тоже инвесторы, собственники? Готовы ли они объем, сроки действия и прочее? Так, три резервных полигона. Все полигоны находятся в муниципальной собственности, то есть это муниципальные объекты, переданные либо в аренду, либо в концессию. Самый современный из них полигон в Оречах, вчера тоже были на этом полигоне. И, значит, построен полностью, введены в эксплуатацию четыре карты, две пока эксплуатируются, запас мощности имеется. Какой, Ирина Юрьевна? Так, давайте. По объему, какой или по годам, на сколько лет это все рассчитано? Значит, мы планируем, если ситуация остается, вот как сейчас, да, с точки зрения перенаправления потоков, использовать три данных полигона на ближайшие три с половиной года. То есть это срок, определенный датой, временем, точнее, создания комплексного объекта. За это время мы надеемся все-таки построить уже современный объект, который позволял бы не только размещать отходы, но и обрабатывать, сортировать и перерабатывать отсортированное сырье. Значит, по полигону в Слободском у деревни Скоковой мощности, которые по состоянию на 1 января 2020 года включены в государственный реестр объектов размещения отходов, это порядка 470 тысяч тонн вместимости объекта. По полигону в Зуевке 350 тысяч тонн и по полигону в Оричах 110 тысяч тонн. Два полигона в Слободском и в Зуевском районе в качестве изолирующего слоя имеют глиняный замок. Такой материал определен у них в проектной документации. Это насколько современные технологии? Ну, может быть, они не настолько современные, но у нас выбор замка определяется гидрогеологическими условиями, да, места размещения полигона и документами, которые, ну, та же самая инструкция по эксплуатации, строительству, рекультивации полигонов позволяет устраивать данные такого вида замок. Соответственно, на полигоне в Оричах геомембрана. То есть более современные технологии? Более современные, да. Так, вы говорите на 3-3,5 года до момента строительства там нового современного объекта. Вот рядом с этими тремя полигонами на замену, есть ли какие-то населенные пункты, ну, в близости такой, ну, как бы, осязаемый, да, вот, есть ли там люди, сколько их жителей в этих населенных пунктах, и была ли с ними какая-то предварительная работа проведена? То есть эти люди понимают, что к ним сейчас повезут мусор со всей Кировской области, ну, или как минимум с половиной Кировской области? Достаточно так теста, наверное, нет. Мы не прорабатывали пока данную ситуацию. Ну, смотрите, когда мы включали в территориальную схему резервные объекты для города Кирова, для Слободского района, да, для Юрьянского района, для этих потоков, и включали именно эти три объекта, соответственно, территориальная схема проходила общественное обсуждение. В принципе, население имело возможность и посмотреть, мы везде об этом писали, и в том числе на сайте правительства области, посмотреть, что в случае наступления каких-то обстоятельств потоки города Кирова могут быть перенаправлены на их объекты. Мне кажется, все надеялись на то, что этого не случится. Вот сейчас-то люди понимают, что все, вот сейчас уже повезут к ним. Ну, вблизи данных объектов, населенных пунктов нет, то есть санитарно-защитная зона у нас там везде, во всех объектах выдержана, но ближайшие населенные пункты там километра 2-3, может быть, на расстоянии, точно не могу сказать. 2-3 километра, это меньше часа пешком, то есть это близко достаточно. Куда, в Верхнекамский район, что ли, увозить-то мусор, чтобы людей не... Вот вопрос-то в том, что да. Ну, смотрите, да, вот по поводу вывоза мусора и расстояния изначально, когда только конфликт вокруг Осенцев начал разгораться, в правительстве говорили о том, что увозить мусор куда-то в другие районы нецелесообразно, потому что это так или иначе отразится на тарифе, и непонятно еще, не вырастет ли количество недовольных людей. Сейчас, насколько я понимаю, заявили о том, что вот эта вот рокировка на тарифе никак не отразится. На тарифе на действующем никак не отразится или на тарифе, который будет там и в последующие годы тоже? Ну, то есть расстояние до полигона, например, от Кирова, наверное, больше, чем до Осенцев? На тарифе действующего года никак не отразится, как отразится на тарифе следующего года, все-таки это, наверное, с компетенцией региональной службы по тарифам, да, это будет видно уже в декабре, когда будет утверждаться один тариф регионального оператора. По расстояниям, в принципе, незначительно меняется плечо вывоза, единственное, только Зуевский полигон, он как бы немного удален, но увеличения платы граждан его не будет. Пять минут у нас остается, давайте, наверное, скажем, Лубягина, да, тут в перерыве. То есть вы сказали про новый современный объект, который планируется построить в течение трех-трех с половиной лет, изначально, ну вот когда только про Лубягина говорили, я так понимала, что именно Лубягина рассматривается там как вариант такого объекта, современного объекта, да, рассчитанного на прием отходов из Кирова, из бессозрачных населенных пунктов каких-то, да, на Лубягина все, то есть на Лубягина точно уже поставлен крест, как я понимаю, да, этого объекта не будет, сто процентов. Значит, надо искать какой-то другой участок для размещения. Да, действительно, с 2016 года, если еще не раньше даже, да, министерством ведется эта работа с другими, совместно с другими органами власти, подбираются земельные участки. Если изначально рассматривали 26 земельных участков, сейчас расширили зону поиска, так скажем, да, немножко увеличили границы, и плюсом еще 18 доизучаются, учли, конечно, все моменты, которые возникали у нас в первых ситуациях, и все ограничительные мероприятия, которые могут быть на данных участках. Соответственно, ну вот пока озвучить не могу, потому что окончательно еще выбор для того, чтобы предложить их общественности, да, не сделан, но могу сказать только одно, что в любом случае для, так скажем, выбора места будет создаваться координационная группа с участием представителей общественности, активистов, которые смогут точно так же оценить, посмотреть выбираемые территории для создания комплексного объекта. Ну вот эти 18, которые добавились к тем 26, которые были, да, изначально, там есть те объекты, которые не проблемные с точки зрения нахождения рядом населенных пунктов и недовольных жителей? Или это все равно какие-то участки, рядом с которыми есть жилые какие-то там или дачные поселки? Нет, все равно стараемся как можно дальше уходить от населенных пунктов, от садовых, обществ, конечно, чтобы как можно меньше было социального напряжения. Ну вот смотрите, все равно такой объект, он без инвесторских денег явно не обойдется, вот с учетом той ситуации, которая произошла в Осенцах, и это частный объект, и сейчас вот собственник оказался в такой достаточно неоднозначной ситуации, насколько, ну есть ли возможно какие-то опасения, что найти инвестора теперь будет еще сложнее? Придет ли к нам кто-то, учитывая вот эту ситуацию в Осенцах? Да, эту ситуацию мы тоже рассматриваем. После того, как будет определено уже конкретное место создания объекта, министерство планирует обратиться в Минприроды России за предоставлением федеральной поддержки. То есть мы в любом случае будем прорабатывать вопрос получения федеральных субсидий на создание объекта. То есть это не частные будут деньги, это будут инвестиции государственные? Это будут либо государственные инвестиции, либо частные инвестиции, если не получится с государственными, но в объект областной собственности. Не короткий ли срок, 3-3,5 года для такого объекта? Ну, задача поставлена, надо работать. Вот сейчас, кроме вот этих вот 18 участков, которые условно подобраны, какая работа уже проведена для того, чтобы двигаться дальше? Потому что, понятно, это же нужно все запостроить и запустить. Пока еще участок не выбран, я так понимаю. Да, самое главное определиться с участком дальше. Механизмы вполне понятны и, в принципе, уже есть наработанная практика в этой части, да, проектирование, естественно, проведение общественных обсуждений трижды, причем прохождение всех экспертиз, где-то можно запараллелиться, два процесса параллельно пустить, чтобы они не мешали друг другу. То есть все это просчитано, и поэтому мы для себя определили, что три, ну, максимум три с половиной года вполне реальный срок, на который можно уложиться, если, конечно, работать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Либо звоните нам в прямой эфир.